всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня такой домашний влог обо всем ни о чем хотела на самом деле показать наши садово-огородные всякие то что мы делаем в общем саду да в огороде но в питере дожди и сейчас у нас плюс 12 градусов в общем холодно дождливо ветрено все как обычно обычная питерская погода нормальная для нас но конечно хочется тепла лето и не из-за дождей конечно да в огороде в саду надо много что делать но дождь не дает вчера мы ездили с мужем в обе такие были небольшие покупки я начала снимать вчера думала мы как раз все как говорится успеем сделать заскочили в обе и потом приехали думали побыстренько мы все посадим но нет буквально только начали начался дождь достаточно сильно поэтому все бросили но я вам сейчас покажу кусочек того что успела наснимать вчера то есть покупки из магазина обе мы что-то заезжали в обе сейчас покажу что купили снова вот эту землю нам понравился понравилась земля хорошая вот и купили сирень вот такую белую красивую махровую по 300 рублей потом вот такую еще красивую какой-то пурпурный просто она тоже 300 рублей стоило и вот такой побольше вот такого цвета она будет тоже по 300 рублей какой-то сирень сорт венгерском говорит нас уже такая есть и еще питунью накупили по 119 рублей здесь 6 штучек вот еще тут такие септики кстати кто спрашивал как мы этим господи как туалет да вот засыпаем вот такие штуки юбкость этих сирени мам что это за сирень да это это сирень короче еще мой прадедушка сажал дамом вот он рос на с другом месте но мы тот связи со стройкого пересадили и хотим вот так вот вдоль забора дальше продолжите сделать такую лесополосу сирени да вам вот у нас тут второй тоже маленький вам тут чтобы мой муж не скосил до эти там маленький росточек начал расти вот мама защищает все потому что муж мой снова скосил маме флокс только в другом месте уже вам их пересадила точнее она отсадила разряжала там беленькие пришила к забору посадить да вот ну чтоб красиво было к заборчику не жалко выкидывать просто помыть может был не в курсе там сколько четыре куста у тебя было четыре два скосил два скосил в общем так что будем сейчас муж уберет эту кучу и так вдоль забора у нас там ворота как раз будет вообще у нас сиреневая красота дана еще вчера забыла вам показать вот такую герберу я купила красную красиво да вам красивая красивая там были еще розовый и оранжевый но мне почему-то понравилась красная такая вот это гербера садовая стоила она пятьсот девяносто девять рублей а вот такая вот но я хотела вас спросить кто из вас знает может быть как ее сохранять на зиму потому что и мы почитали с мамой в интернете она как бы считается многолетка то есть можно как двухлетку можно как многолетку и и единственно что они потом в интернете написано помельчают вот эти вот цветочки то есть они станут более мелкими но непонятно в интернете написано в одном месте надо укрывать на зиму в другом месте не надо укрывать на зиму в третьем месте написано что что вообще нужно высадить в горшок и потом на зиму занести домой. В общем, непонятно. Мама, ты когда-нибудь, типа, выращивала герберу? Нет. Мама ее не выращивала ни разу. Я как-то ее покупала, но она у меня была как домашняя такая, и потом, кстати, через какое-то время погибла. Так что, кто из вас знает, напишите. Ну, кустик, конечно, очень классный, симпатичный. То есть, как его в горшок или в этот нам высадить, в клумбу. Да. Он заберет, он тебе не пустит корни. У тебя лучше, да? А еще тут, девочки, я совершила ужасное деяние. Я оторвала сиреню в городе. Мне так нравится вот этот цвет, такой синий. А маме нравится темно-красный, да, мам? Да, вот так. Вот. И мы никак не... Ну, то есть, мы не можем найти вот в продаже, чтобы продавалось с корнем вот такой цвет и темно-красный. Везде продается обычная, либо такая розовенькая, да? Да, или безумные деньги. Да, или безумные деньги стоят. Вообще. Да, мы тут, кстати, с мужем заезжали у нас... Ну, мне кажется, у всех, наверное, есть этот при... Как это? При поселках всякие вот эти садовые, как они? Типа питомники, да? Ну, я всё-таки считаю, что это не всегда питомники, это, наверное, ещё и перекупщики. Так вот, к ним заезжали, тоже смотрели, у них сирень. Там вообще, поскольку, я говорила, по две с половиной тысячи, да, маленькие такие... Это больше, это маленькие. Да, маленькие кусточки. Мы, кстати, там видели берёзу такую не... Плакучая форма. Не плакучую, а она какая-то висячая или какая-то типа того. Плакучая форма. Плакучая форма. Плакучая форма. Сколько она стоила, я говорила? Пять тысяч, по-моему. Какой пять тысяч? Пять тысяч, она больше. Пять тысяч. Пять тысяч больше двух... Метров. Ну да, она где-то три метра, наверное, была такая. То есть берёзы пятьдесят тысяч девочки стоят, имейте в виду. У нас тут выращивают, в общем, кошмар. Вот, и там тоже не было такого цвета, вот везде обычные стандартные. А я хочу вот такого, а мама хочет красную. Сирень, мама вообще, кстати, любители сирени с мамой. В общем, сделала я злобное деяние, оторвала. И мы с мамой пытаемся... Мягко сказать. Это культурно сказано. Это культурно сказано, оторвало, да. Мама говорит, я ужасная женщина. Вот, в городе, в общем, от куста вот такую. И мама убрала цветонос, а у меня стоит с цветоносом. И, в общем, мама тут... В чём ты в этом? В корневине. В корневине, да. Но гарантии никакой нет. Поставила. Даже череночек посолила. Даже череночек, да, вот в корневину пустила. Такую требовала? Да. Может быть, даст. Может быть, даст. Вот. Потому что... Ну, не найти в продаже вообще. Нет, можно найти, ведь, конечно, за 50 тысяч всё можно. Ну, за 50 тысяч, да. Ну, как-то сирень 50 тысяч. Да, которая ещё, может, и не прижится. Не прижится, не прирасти. Так что, вот такие вот у нас. Вот такой я злой, злой человек. Да. Ну, очень мне хочется такую сирень. Очень красивая. И пахнет вкусно, между прочим. Красивая. Вот, кстати, это каталог Соби. Вот видите, какая сирень у них только продаётся. Вот. И жёлтая. Ну, вообще, с мамой жёлтую никогда не видели. Вот мы купили вот такую махровую. Это вроде махровая, да? А жёлтую никогда не видели. И в основном вот такие цвета продаются. То есть розовые. Ну, или такие обычный классический цвет. А синий нету. Да. Ну, кстати, кошка у мам спит. Как говорится, второй раз. Да. Покажался, детки. Ну, вот детки у мамы повалялись. Кто-то говорил, что маме слишком велик вот этот плед, что он не подходит. Вот. Мама его хотя бы вот туда. Не трогай, не трогай, не трогай, пусть спит. Да, заправляет хотя бы вон туда. И он, по крайней мере, не скатывается, да. Но всё равно, мама говорит, скатывается по итогу. Не, ну, два-то, конечно, тут они же так поперёк, вдоль и всё. Так что вот так вот, в общем. В общем, ищем сирень. А вот ещё, кстати, ещё одна мамина работа. Тоже вот, кто интересуется мамиными работами. Это, что это такое? Кинусайга японская. У, поколения какой-то. Да, кинусайга японская. Это мама делала там в своей группе, которую вот она делает. Старушки по брикушке. Вот, и вот такая вот красота. Там ремонт собираются делать, и мы сейчас забираем пока. А то это самое... Ещё одна у мамы картинка, но она мне не особо нравится. Не знаю, почему. Вот такая вторая картинка. Мне не нравятся вот эти цветочки, потому что... Слушайте, как-то не очень. Так что вот такие работы мамы ещё вернули. Да. Вот такую красоту. Часть. 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 Часть там ещё осталась. Да, надо будет их повесить куда-нибудь. Да. Тут надо куда-то приспособить. Там обратно отнесу. Обратно отнесёшь? Ну, они, да. Им же там надо, это выставка. Мы там же на выставке. А я думала, ты не совсем забрала? Нет. Это ли я же на ремонт. Там ремонт будет делать. Там из одного помещения в другое переезжаем, и вообще в другую по-разному переезжаем, с другого входа. Поэтому там девочки забирают своё. Так а зачем нам вешать тогда? Раста обратно даже. Ну, чтобы не мешается. Ужас. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Обязательно напишите мне, что делать с герберой, как её сажать лучше и так далее. Буду с нетерпением ждать ваши комментарии. Ну, и на сегодня я буду с вами прощаться. Всех люблю, целую и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok